Друзья, приветствую вас на канале Family Hobby. Сегодня я решила познакомить вас со своими питомцами, со своими пальмочками. Знакомьтесь. Хавея. Цикос. Веерная пальма Вашингтония Санта-Барбара и финиковая пальма. О ней я уже рассказывала. У нас есть ролик о выращивании пальмы из косточки. Это пальма, выращенная из косточки около семи лет назад. Пушистик. Красивая. Это веерная пальмочка Санта-Барбара, тоже выращена мной из семян. Семян, купленных в магазине. Фирма, кажется, Гавриш. Три семечки в пакетике. Одно взошло. И вот, посмотрите на нее. Ей только будет в начале лета три года. От того момента, как она показалась из земли. А она уже, друзья, около метра высотой. Конечно, меня очень удивило это, что вообще пальма может в такое короткое время вырасти такой большой. Так что вот веерная пальма Санта-Барбара, Святая Варвара, рекомендую его как быстро растущее растение. Потому что, я говорю, ей всего три года, она уже около метра высота ее. Посмотрите, какие у нее листья с такими ниточками. Такая она красавица. Очень нравится нам. Цикос. Цикос у нас тоже растет около трех лет. Ну, конечно же, мы его купили в магазине. Там уже было четыре листа. Так что, я не знаю, сколько точно ему... Ну, может быть, лет пять, наверное, такому растению. Не меньше. Растение медленно растущее. Первый год вообще его пребывания у нас, он вообще не подавал никаких признаков жизни. Даже многие наши знакомые смотрели. Ну, у него вообще интересные такие листья, как, знаете, пластик такой. И вот один наш знакомый говорит, ну, а вообще это, может быть, это искусственное растение. Это вот такое. Очень на пластик похоже. Ну, на самом деле, вот в прошлое лето на террасе он у нас летом был и выбросил четыре новых листа, чтобы пальмочка стала более пушистая, подросла. Еще одна пальмочка хавея. Это, я бы сказала, самая такая нежная. У нее листики самые мягкие изо всех пальм. Такая она тоже красавица. Очень красивая. Ну, что я хочу вам сказать, друзья, о выращивании этих прекрасных растений. Нам нравится выращивать пальмы, потому что растения эти неприхотливые. Никакого особенного ухода не требуют. Рассеянный свет, что очень удобно где-то поставить. Ну, то есть, им не нужно ни подоконника, ни там какого-то яркого освещения, там досвечивания, подсвечивания, ничего. Ну, как показал опыт, пальмам это не нужно. Достаточно рассеянного света. Желательно, конечно, чтобы зимой невысокие температуры. Если, конечно, у вас высокая температура, старайтесь ставить увлажнители, может быть, опрыскивать растения почаще. Мы не опрыскиваем растения. У нас зимой умеренные температуры, поэтому чувствуют они себя хорошо без опрыскивания и увлажнителей мы тоже не ставим. а летом стараемся вынести их на террасу, на свежий воздух. И там, конечно, делаем опрыскивание, потому что, ну, знаете, все растения любят немного купаться. Я думаю, растениям это нужно. Вот. Уже там осенью, когда появляются такие прохладные ночи, мы заносим обратно растения. Чувствуют они себя очень хорошо. По грунту, что я могу сказать? Грунту, я бы сказала, все эти пальмочки нетребовательны. Земля у нас для всех этих пальм одинаковая. Мы ее сами добываем. То есть, это не магазинная земля. Хотя, я думаю, в магазине они тоже будут прекрасно расти и себя чувствовать. Конечно же, вносим удобрения. Каждые две недели удобряем их. Все, я бы сказала. Больше ничего особенного. Все остальное время мы просто ими любуемся. так что, друзья, если вы хотите иметь в доме красивое и, главное, неприхотливое растение, за которым легко ухаживать, то все эти пальмы я очень рекомендую. Видите, какие они красавицы. Хотя, вот позади зима, которая вообще просто была, не знаю, наверное, за всю зиму было опять солнечных дней. То есть солнца совсем не было. Никто их специально не досвечивал. Ну, видите, какие они пушистые, зеленые. Просто для других растений нужно создавать условия, чтобы они имели вот такую зелень стабильную. А пальмы в наших условиях квартир, там, дома чувствуют себя замечательно. Поэтому, друзья, всем рекомендую выращивайте пальмы. Тем более, это растение, оно энергетически очень такое, как бы сказала, привлекло, как растение хорошей энергетики. Поэтому, друзья, выращивайте, заходите в гости. До свидания. 至 witane. До свидания.